Три года родители учеников 23 гимназии просили у мэрии и депутатов оборудовать тротуар перед учебным заведением. Дети вынуждены были ходить по проезжей части, что закономерно вызывало опасения у их пап и мам. Здесь на самом деле очень большая интенсивность транспортных средств, потому что сейчас очень многие водители стали объезжать кольцо у Красной Церкви и напрямую проезжать по Тексильпрофе и дальше на сортировку. Поэтому здесь интенсивность очень высокая. При том, когда утром детей везут и в детский сад номер 29, и к нам в гимназию, тоже очень большая интенсивность транспортных средств. В июле 2019-го к тротуарным работам приступил подрядчик. На все 150 метров асфальтовой дорожки отведено две недели срока. Тротуар будет на участке от улицы Шошина до Рыбинской. Также здесь по согласованию с ГИБДД появится лежачий полицейский и дополнительное освещение. Так как мы делаем этот тротуар практически по земле, по тропинкам, по которым раньше дети ходили, то сначала мы снимаем травяной слой, затем устанавливаем бордюрный камень, после чего, как мы видим, подсыпаем гравием и сверху, затем будет положен асфальт. Тротуар делают в рамках программы по благоустройству территории города Иваново. Срок гарантийных обязательств – два года. Этот участок в программу внесли по поручению мэра. Его возмутило, что у школы никогда не было отдельной пешеходной зоны. В данной программе парковочные места предусмотрены не будет. Здесь только обустройство тротуара. С бордюрами? С бордюрами для того, чтобы у нас пешеходы и автолюбители расходились безопасно. В этом году власти планируют выполнить ремонт тротуаров на 16 объектах общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. В приоритете – пешеходные зоны около социальных и образовательных учреждений. Общая стоимость работ составляет 11 миллионов 300 тысяч рублей. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова